Технологии не стоят на месте. В этом видео я представляю вам новый вид анимации взаимодействия с Elementor. Теперь у нас есть возможность не просто загружать на сайт какие-то там GIF-анимации, на которые мы не могли никак повлиять. Новый вид анимации мы можем настроить под разные триггеры. Например, чтобы анимация срабатывала при прокрутке страницы, при наведении мыши, зацикливать анимацию. То есть мы можем управлять готовой анимацией через наш сайт Elementor. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. На момент записи видео я использую последние версии Elementor Pro и Elementor. Сразу хочу сказать, возможность загружать такой анимации доступна в Pro-версии. На данный момент у меня 3.05 версия. Для Elementor, для бесплатной версии, я покажу бесплатный плагин в этом видео. Давайте рассмотрим плагин, который позволяет управлять анимацией и где вообще взять эту анимацию. Давайте разберем. Я перехожу в настройки главной страницы, перехожу редактировать в Elementor. В плагинах на вкладке Pro, в самом низу находим такой плагин Lottie. Перетаскиваем его на холст. Сразу нас встречает логотип Elementor по умолчанию, как демонстрация. Давайте на нем и посмотрим, какие есть возможности. Настройки Lottie, источник, медиафайл. Мы можем загрузить готовую анимацию. Я позже покажу, как это сделать. Внешняя ссылка. Также можно вставить ссылку на анимацию, не загружая ее непосредственно на сайт. Дальше. Анимация загрузить в файле JSON. Выравнивание. Ссылка. Самое интересное у нас находится на вкладке настройки. Самое, наверное, важное это триггер. Триггер срабатывания. То есть, по какому событию. Область просмотра. Самая простая, то что сейчас у нас есть. По клику. При наведении. При прокрутке страницы. То есть, смотрите, если по клику сделаем, у нас анимация не видна. Кликаю. Срабатывает. То же самое. При наведении. Навожу мышь. Анимация пошла. Также прокрутка. Давайте я обновлю страницу. Я специально анимацию разместил внизу с сайта. Чтобы ее было видно при прокрутке. То есть, смотрите, вы видите, я прокручу, а анимация срабатывает. До конца прокрутил, а анимация до конца сработала. Назад кручу, а анимация крутится в обратную сторону. Если двигаю туда-сюда, смотрите, что происходит. Вот оно и есть, то самое взаимодействие с анимацией. Дальше. Ползунок, область просмотра. Чтобы лучше понять, как работает данная опция, я вам покажу наглядно. Смотрите, вот у меня упирается ползунок вниз с сайта. Все, сайта дальше больше нет. И анимация вот здесь вот до конца не проработана. Вы видите. Не хватает еще области прокрутки, чтобы анимация до конца сработала. Поэтому здесь я вот этот ползунок уменьшаю. Тем самым говорю, чтобы анимация закончилась раньше. Обновить. Обновляем сайт. Почти закончилась. Вы видите, вот эта полоска, она вытянулась, но есть такие капельки. Можно еще подстроить, чтобы она кончилась. Анимация еще быстрее. Все. Вот сейчас видно, что анимация доиграла практически до конца. То есть, вот вы видите, я докручиваю, и анимация практически доиграла. То есть, можно здесь настроить. При необходимости можно сделать, ну, поиграться вот этим ползунком. Следующий опция также доступна, если у вас выбрана прокрутка, триггер прокрутка. Да, кстати, вот этот ползунок тоже работает, вот эти ползунки, только если вы выбрали прокрутка или область просмотра. Точка отсчета и конечная точка. Анимация просто будет заканчиваться раньше. Да, чтобы это было лучше видно, здесь мы выбираем область просмотра. Конечная точка была на 100. Я делаю где-то вот так. Обновляю страницу. Вы видите, анимация до конца не доиграла. И стоп. Это вот как раз-таки вот эти точки. Если начальную точку, подвинем ползунок, смотрите, как это влияет на анимацию. То есть анимация буквально чуть-чуть дернулась и дальше не стала играть. То есть здесь тонкие настройки, как вам нравится, можно настроить. Дальше зацикливание, чтобы по кругу анимация все время проигрывалась. Можно выставить, например, три раза, чтобы проигрывалась и больше не проигрывалась. Скорость анимации, чтобы быстрее проигрывалась. Вы видите, как быстро она крутится. Вот это классная опция. Реверсия. Если мы ее включаем, анимация прокручивается в обратную сторону, потом в другую сторону. Или она только в обратную сторону крутится, здесь непонятно. Дальше рендер SVG оставляем. И ленивая загрузка. Я не знаю, скорее всего, это для скорости оптимизации сайта. Если анимации много, возможно, будет как-то сайт нагружаться. Я не тестировал. Не знаю, насколько эта анимация нагружает сайт. Скорее всего, эта анимация не должна нагружать сайт. Если бы это была какая-то GIF-анимация, тогда да. А в данном случае я не проводил тестов. В любом случае, ленивую загрузку включаем. Так или иначе, скорее всего, это влияет на производительность. То есть плавное появление анимации. Вот они все настройки. Я считаю, здесь все, что нам нужно, все необходимое. По поводу мобильной версии, анимация уменьшается. Здесь все нормально. И теперь самое главное и самое интересное, где взять анимацию. Вообще, эту анимацию рисует художник, программист. Потому что нам нужно получить, например, анимацию. Вот она, файл JSON. Это если нам нужна уникальную анимацию. То есть нам надо будет где-то кому-то ее заказывать. Но для эксперимента или просто, возможно, вы найдете подходящую анимацию, есть специальный сервис. Вот данный сервис. Он условно бесплатный. Но тут есть как и бесплатные анимации, так и платные. Вы сразу можете видеть различного рода анимации. Здесь есть категории, по которым вы можете переходить. Вот, например, есть COVID-19 анимации. Давайте посмотрим. Вот всевозможного рода анимации. Давайте выберем какую-то анимацию на примере. Вот тут есть такая ракета. Посмотрим, кликаем по ней. Что здесь есть? Во-первых, в сервисе разберемся. Convert GIF. Конвертация в GIF-формат, если вам нужна GIF-ка. Но тогда мы не сможем, скорее всего, ей управлять. Да, и здесь на этом сайте нужно авторизоваться. Вот если я по GIF кликну, вот такое окно всплывет. Либо можете зарегистрироваться, либо воспользоваться. То есть авторизоваться с помощью одной из социальных сетей. Я нажму авторизоваться через Twitter. Как только мы авторизовались, мы можем скачать. Если она бесплатная. Да, вот она бесплатная. Выбрать формат и конвертировать в GIF. Потом появится кнопка скачать. Также background цвет можно поменять. Дальше, download JSON. Это как раз то, что нам нужно. Давайте внизу посмотрим настройки. Вот ссылка. Мы можем кликнуть вот сюда. Скопировать ссылку. Вот эта ссылка появляется только после того, как вы авторизуетесь на данном сервисе. Сразу вас предупреждаю, если вы ее здесь не увидите. Итак, мы с вами взяли ссылку. Заходим в карандашик, в настройки плагина Lottie. Здесь выбираем внешняя ссылка и вставляем нашу ссылку. То есть все быстро и легко. Мы просто вот вставляем анимацию. И у нас как бы все работает. Мобильная версия. Анимация уменьшается. Все здесь хорошо. Кстати, все ссылки необходимы. Все будет под видео. А также на моем сайте. ФедорВасильев.com В соответствующей статье. Скорость анимации можно задать, чтобы быстрее все происходило. Цвет Background Color, то есть заливка заднего фона. Можно поменять. Вот вы это видите. Ну и самое главное для нас. Смотрите, здесь есть Elementor. Плитка. Это то, что нам нужно. Есть и другие платформы. Webflow, Android и так далее. Мы кликаем на плитку Elementor. Далее нажимаем Download анимацию. Анимация скачивается в формате JSON. Скачиваем сначала на компьютер. Возвращаемся в админку нашего сайта. Здесь мы с вами выбираем Media File. Загрузить файл JSON. Кликаем вот на эту иконочку. Выбрать файл. Нахожу данный файл на компьютере. Выбираю его и нажимаю открыть. Итак, загрузка произошла. Нажимаю вставить. То есть ту же самую анимацию мы вставили через файл. Соответственно, управлять. При наведении. Вы видите, анимация не работала. Навел мышь, заработала. То есть здесь все работает. По клику мыши вот тоже сработало. Таким образом, на этом сервисе, я надеюсь, вы найдете подходящую анимацию. Но помните, что некоторые интересные анимации здесь не бесплатны. Теперь, что касается бесплатного Elementor. Для тех, у кого нет платной версии. Давайте посмотрим, какие есть варианты. Для этого нам нужно перейти в плагины. Так, я здесь сохранюсь. Выйти в консоль. Плагины добавить новый. В поле поиска плагинов впишем Lottie. Вот как я это написал. Находим вот такой плагин бесплатный. Установить. Активировать. Далее. Переходим в страницы. Переходим в режим редактирования страницы. Итак, в бесплатной версии Elementor. Так, я перешел на другой сайт, где у меня бесплатная версия Elementor. После установки данного плагина заходим в общие. Здесь он, вот он, Lottie. Или можете в поле поиска написать. Просто Lottie написал. Вот его иконка. Вот он. Перетаскиваем. То есть это бесплатный плагин. Например, сюда. Заходим в настройки. И здесь все то же самое практически. Здесь всплывает окно. Включить загрузку. Да, нажимаем включить. И давайте загрузим тот же файл, который только что скачали. Вставить. Вот через бесплатный плагин у нас есть возможность в бесплатном Elementor получить по сути то же самое. Единственное, что настройки отличаются у бесплатного плагина. Их меньше. Speed. Скорость можно задать. Ну и на английском языке он еще. AutoPlay. Автопроигрывание анимации. Delay. Это задержка. Loop. Повторять анимацию, чтобы она все время играла. Reverse тоже есть в обратную сторону. И play on mouse over. Если включаем, то когда я мышь убираю с анимацией, то анимация не проигрывается. Если я мышь навожу, анимация играет. Ну то есть тоже у бесплатного плагина есть интересные вариации. И стоит стоп. Можно выбрать no action. И также reverse. То есть при наведении мыши в разные стороны персонаж наш машет руками. Увожу мышь в одну сторону, навожу в другую сторону. Итак, вот такой вот получился обзор. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, и вы хотите его купить, то просьба купить его по моей реферальной ссылке. Ссылку будет в описании под этим видео. Для вас это обычная покупка, а для меня небольшая копеечка. Таким образом вы поддерживаете меня и мотивируете в дальнейшем записывать новые обзоры по данному замечательному плагину Elementor Pro. На этом я видео заканчиваю, и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok